Ну что, побежали? Да? Побежали дальше? Студентами. Ой, какая красота! Получится бы в этом колледже годик бы пожить здесь. Здесь студенты живут, у них комнаты, тут даже с маленькими детьми живут, тут есть детский сад для студентов. Пожить бы в таком месте годик. Поучиться. Я люблю учиться. У меня всегда хорошо получалось учиться. Училась я всегда хорошо. Не сказать, что на пятерке, но зато с удовольствием и на четверке. В комментариях увидели, что я беру чай с собой на урок и написали, мол, что это очень нехорошо, плохо. В общем, осудили в такой грубой форме. Но люди не все, видимо, понимают, что в каждой стране своя культура, свои традиции, свой менталитет. В Британии взять с собой кофе или чай на урок – это обычное дело. Так поступают и студенты, и учителя. И в этом нет ничего плохого или некрасивого. Занятия проходят в такой вот форме, когда учитель рассказывает, показывает, объясняет основы, а потом дает задания, и ты уже идешь к компьютеру и выполняешь эти задания самостоятельно. То есть учишься самостоятельно, и если есть какие-то вопросы, обращаешься к учителю. В комментариях подали идею, чтобы я, так сказать, передала какие-то знания, навыки, которые я получила, поделилась, рассказала, потому что многим эта тема интересная. Но я не считаю, что я могу что-то вам передать, просто потому что я сама еще учусь. И к тому же не думаю, что эта тема будет подавляющему большинству моих зрителей, будет интересна. Поэтому я пока что ничему научить никого не могу, потому что я сама еще пока что учусь. Ну а нам выдали задание, задание в виде того, чтобы пойти в сад. Дали нам вот такой вот телефон, если вдруг там в саду подскользнешься, убьешься, чтобы можно было куда позвонить, позвать на помощь. Мы выдали, конечно же, камеры, все расписались, подписались, и мы пошли в сад выполнять задание. Задание у нас, основываясь на том, что мы уже выучили, сделать фотографии. Какая тишина, красота. То есть те фотографии, которые мы сегодня наделаем, они для обучения. Мы разберем, что мы сделали не так, что так, что хорошо, что плохо. В общем, нам дали задание выйти на местность, нафотографировать, неважно что. Главное, что-то нафотографировать, чтобы было что разбирать. Зашла в теплицу. Теплица старинная, 1800-х годов, как вы видите. Но там очень жарко. Там я точно фотографировать ничего не буду. Я пойду, наверное, в сад. Там прохладней. Итак, первая фотография. Вы, кстати, пишите, какая вам больше всего понравилась. Я их всех пронумеровала. И посмотрим, какая фотография больше всех понравилась. Это фотография номер 2. Теплицы. Она находится как бы на возвышенности. Фотография номер 3. Та же самая теплица издалека. Сооружение старинное. Фотография номер 4. Лестница. Повторяю, фотографии это учебные. Фотография номер 5. Поэтому не судите строго. Дорога, деревья и кусочек теплицы. Номер 6. Поля, заборы зеленые. Кролики здесь ходят. Причем их здесь очень много. Зайчики в смысле. Ну да, кролики. Впереди у меня вот такая вот красота. Неимоверная. Вот такое вот национальное достояние. Культурное, архитектурное, ландшафтное. Одно из достояний этой красивой страны. Радодендроны уже вовсю цветут. Номер 7. Вышла случайно девочка. Не собиралась ее снимать. Хотела вот этот проем снять. Ну, вышла девочка. Вот девочка и цветы. Номер 8. Мои любимые розовые радодендроны. Такие красивые. Первый раз такие вижу. Желто-зеленые. Радодендроны. Не видела раньше таких красивых. Смотрите. Не знаю, как там передает камера. Но они светло-светло-желтые. Очень красивые. Ну, очень красивые. Номер 9. Другой ракурс. Другой цвет. Нет тех же цветов. Номер 10. Лавочка повернута в сторону леса. Одиннадцатый номер. Тоже радодендроны. Двенадцатый. Спиленные деревья, по которым можно ходить. Номер 13. Нераспустившиеся цветы. Красиво, правда? Красный-зеленый. Какой красивый контраст. Четырнадцатый номер. Переливающиеся цветы на солнце. Пятнадцатый номер. Аллея липовая. Детскую площадку сделали. В таком несовременном стиле, а для детей. Чтобы можно было звуки какие-то извлечь. Что-то потрогать. Там с правой стороны. Ох, какой ползет. А это кто это такой? Шестнадцатый номер. Радодендронный. Уже на земле. Все опадает. Ветер сильный. И семнадцатый номер. Это моя любимая фотография. Мне больше всего вот эта понравилась. Мне кажется, она более гармонично вышла, чем другие фотографии. В общем, это моя любимая. Восемнадцатый номер. Дорожка, ведущая к замку. Справа, слева деревья. Девятнадцатый номер. Неизвестные мне цветы. Без понятия, что это. Смотрите, до куда я дошла. Радодендрон Макабенум. Макабенум какой-то. У него вот такие вот цветы. Смотрите, какие. Он уже оцветает. Ух ты. Такие необычные цветы. И листочки у него. Смотрите, какие. Не такие, как у обычных Радодендронов. У них вон даже цветы. Мне кажется, это с прошлого года цветы. Семена вон. Как вам показать? Ай, паух на мне. Паух. Кыш, кыш. Смотрите, какие семена. Двадцатый номер. Редкие какие-то Радодендроны. Двадцать первый номер. Тоже необычные, но тоже Радодендроны. Двадцать первый номер. Вот такое красивое дерево. Еще без листвы. Дерево очень большое, очень высокое. С необычными вот такими ветками, этажами. Двадцать третий номер. Необычные Радодендроны. И двадцать четвертая. Коряга. Двадцать пятый номер. Куст. Розовый, нежный, красивый цветочек. Такая здесь тишина. Птички поют. Радодендроны вовсю цветут. И еще магнолия не везде отцвела. А я вон там вот увидела в кустах сиреневый Радодендрон. Пойдемте посмотрим, что там. Сейчас мы тут пролезем вот так. Так. И куда мы выходим? Ох, какое дерево здесь. Смотрите. Какое красивое дерево. Упавшее, да? Старое, пристарое. Все короедом изъеденное. Какая красота. Мне кажется, оно не упало. Его, наверное, завалили. Садовники. Ой, кто это бегает? Птичка убежала. Я хотела посмотреть вот эти вот Радодендроны. Они издалека казались каким-то фантастическим цветом. Фиолетовым цветут. Вон уже даже на полу потихонечку отцветать начинают. Какой-то прям цвет. Какой-то, не знаю, космический. Какой-то ненастоящий. Какой-то он светится. Такое ощущение, как фонарики. Очень красиво. Очень. Просто невероятно. Тоже разные, видимо, сорта. Листики у него мягкие. Мягкие и как будто бы покрыто ворсом. Ой, а с той стороны вообще как плюшевые. Как бархатные. Вот такие вот интересные. И цвет просто какой-то невероятный. Потрясающий цвет. Просто завораживающий. Как будто бы огоньки горят. Как будто лампочки. Не знаю, как будто у них по краям цветочка как-то светится. Или иллюминация какая-то. Не знаю, как описать. В общем, не знаю, как там передает телефон, камера, как передает. Но выглядит просто потрясающе. 26 и 27 номер. Это вот эти вот рододендроны с потрясающим цветом. Красивые очень. Необычные. Не смогла выбрать одну из этих двух фотографий. Решила две вставить. Вот две похожие фотографии. Упавшее старое красивое дерево-бревно. Опять же, две похожие фотографии. Выбирайте сами. Какая больше понравилась. Под тридцатым номером мох. Как же лес без мха. Тридцать первый номер. Яркий. Рододендроны. Тридцать вторая фотография. Папоротник. Прям где-то в камнях. В развалинах. Здесь явно что-то какое-то строение было раньше. На заднем плане разваленный замок. А спереди, на переднем плане, папоротник. Двадцать четвертого года. Свежие листочки. Номер тридцать четыре. Вход справа-слева. Крутые лестницы. И проход на большую площадку, обнесенной с забором высоким. То есть вход в замок старинный. Построенный, если не ошибаюсь, 1800 какого-то года. Это такая детская площадка была. Тридцать пятый номер. Вот одна единственная башня осталась. Их было четыре всего. В общем, вид сбоку. Тридцать шестой номер. Вход. Вот такой вот. Я сейчас сверну налево в дверь. И поднимаемся наверх по лестнице. Тридцать седьмой номер. Вот такие вот окна с решетками. Это не фотография. Это видео. Видите, как можно спутать фотографию с видео. Потому что, если умеешь фотографировать, то, в принципе, и снимать у тебя получится красиво. И наоборот. Потому что фотография и видео, они как-то вместе, вот как-то коллинируются вместе. Ну и, конечно, как же не сделать снимок. Решетка, рука. Сразу ощущение, что кто-то в тюрьме. Вот такой вот красивый снимок получился. И это номер тридцать восемь. Тридцать девять. Это подоконник. В старом замке. Сорок. Вот такое вот окно с подоконником. Виднеется зеленая травка. Мы на самом деле находимся на высоте. Забралась. Какой-то дракон здесь сидит. Непонятный. Запыхалась я немного. Ох, как там высоко. Жуть какая. Нафиг надо сюда было залазить вообще. Ох, ужас. Не люблю я высоту. Ой, не люблю я высоту. Башня. Одна из четырех. Одна из четырех башней. Которые были сделаны для четырех детей хозяина. Вон, все разрушены. Только одна. Номер сорок один. Разрушенная башня. Как вы видите, фото от видео не сильно отличается. Следующая, сорок вторая фотография. Это вид окрестностей с высоты птичьего полета. Вот такая вот страшная высокая красота. Ну и сорок третий. Это дракон. Спускаюсь вниз по лестнице. И фотографии, и виды ждут меня буквально подсюду. Смотрите, какая божья коровка. Как тени пали. Какая красота. А цвета, смотрите, какие. Как из какой-то сказки, не знаю, лилипутов. А здесь божья коровка решила мне показать свои крылышки. Хотела взлететь. Успела. Еле-еле успела сфотографировать. Номер фотографии. Это сорок четыре и сорок пять. Как вы поняли, мы зашли в крепость. Номер сорок шесть фотографии. Вокруг нас забор, крепость. И посередине такое вот поле. Это была детская площадка для детей. Четыре ребенка, четыре башни. И вот такое вот место, чтобы они могли себя играть в рыцарей и принцесс. Собака попала в кадр. Это фотография номер сорок семь. Следующая фотография. Сорок восемь. Две башни. В одну, в которую мы поднимались. Вторую нет прохода. Ну, еще две разрушенные. Фотографии сорок девять и пятьдесят. Что за растения, не знаю. Вот такие яркие. Я не добавляла никакие цвета, краски. Вот такие яркие, красные растения. Нашла грибок. Номер пятьдесят один фотография. Что за грибок, не знаю. Напоминаю, это у нас месяц май. А в лесу есть грибочки. В этом поместье не только сохраняют старину, но и приносят что-то новое. Фотография номер пятьдесят два. Это зеленая крыша. Вот такая вот заросшая мхом и какой-то травой. Красиво выглядит, правда? Номер пятьдесят три. Та же самая теплица с другого ракурса. Мне кажется, более удачный. Пятьдесят четвертая фотография. Мох на стене. Ну вот и закончились наши фотографии. Вы пишите, пожалуйста, в комментариях, какой номер фотографии, какая фотография вам понравилась больше. Я вам сказала свою фаворитную фотографию. Номер семнадцать. Там красивая магнолия цветет. Ну, а я сейчас иду по аллее липовой, которая была посажена перед самой-самой начало Первой мировой. По-моему, в девятьсот где-то шестом году, что ли, посажена. Вот так вот эта аллея. То есть ей больше ста лет. Это липы. Здесь любят люди фотографироваться. В общем, я иду в класс. Несу с собой свое добро нафотографированное. Будем разбирать, работать. Поделилась с вами, с вами поделилась своими вот такими сырыми фотографиями, необработанными, ничего. Просто вот как нафотографировала, так оно вот вам показывает. Вы, так сказать, оценивайтесь, наслаждайтесь, ставьте какую-то оценку свою, какую больше всего вам фотография понравилась. Ну и мне пора на занятия. Дальше, наверное, занятия что-то снимать не буду, потому что мы будем именно работать над нашими работами. Улучшать свои навыки, разбирать ошибки и улучшать свое видение красоты, чтобы все было более гармонично, чтобы научиться видеть гармонию. Этому можно научиться. Ну а на этом я, наверное, закончу свое видео. И так оно получилось длинное. Надеюсь, вы получили какое-то удовольствие от этих фотографий. Я выезжаю, сейчас поднимется шлагбаум, используя свою студенческую карточку. Люди в основном добираются на машинах, либо сами, либо их подвозят. Если вниз спуститься по горке, там, по-моему, есть автобусная, мне кажется, остановка. Но в основном люди все на машинах. Один из студентов, который с нами учится, я смотрю, он стоит, ждет. Предложила я ему подвезти его. Он сказал, что он ждет машину, то есть за ним кто-то приедет. Человеку лет, наверное, 60, и он учится фотографии. И так же, как и я, учится он не для того, чтобы быть фотографом, а для того, чтобы получить какие-то навыки, чему-то новому научиться, для того, чтобы использовать в каждодневной жизни. Вот так вот. Так что возраст не помеха учебе. Учиться можно всегда и везде. Главное, чтобы это нравилось. Ну, на этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось, принесло позитивные эмоции. Может быть, чему-то научились. Как-то, в общем, приятно провели время. Всем хочу сказать спасибо за внимание, за то, что вы были со мной, за то, что поставили лайки, за то, что поддерживаете все мои начинания, мои стремления, наши планы, которые мы строим на будущее, на переезд, на хозяйство, на все. Спасибо, что вы меня, в общем, поддерживаете, что вы со мной. Всем хорошего утра, вечера, когда вы там смотрите меня, вкусных печенья к чаю. И увидимся в следующей серии этого сериала под названием «Жизнь». Всем пока, хорошего дня!